Я думаю, в основном, да, это попытки именно каким-то образом повлиять, ну просто попробовать перевернуть Армению, хотя когда она будет перевернута, то она чувствуется одна перед Азербайджаном и перед Турцией. И не забудьте, что Турция все-таки одно из основных государств в НАТО и имеет геополитическую роль, гигантскую, и для Америки, и для России, так что тут Армения не очень много весит. За азербайджанцами очень ухаживают сейчас Евросоюз особенно, и за газом, и Соединенные Штаты, потому что они хотят провести этот путь, знаете, шелковый путь через Каспийское море в обход России. И, между прочим, тут Армения забыта, и именно с Азербайджаном, так что тут они ничего, на самом деле, даже если обещают, они против Азербайджана ничего не будут делать. Евросоюз, который все равно сам по себе ничего не может решать, ничего не может делать теперь без американцев, ну и все-таки американцев, которые будут играть в игры. Разные обещания, но которые, конечно, на которые лучше не надеяться. Притом в регионе, знаете, Соединенные Штаты далеко. Даже если есть театра армянская в Соединенных Штатах, если что случится с Арменией, Соединенные Штаты не будут ничего и делать, и рисковать, чтобы ее защитить. По-моему, тут игра со стороны западных просто антирусская и, во всяком случае, не используют армейные. По-моему, это немножко опасная игра для армейных. Даже если будут говорить, конечно, что поймы армян очень любят, да, но они очень. Афганистан тоже они любили, в Сирии тоже они любили, в Ираке тоже любили. Но видите, что получилось. Афганистан